Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и мы с вами продолжаем серию видео о Креативмарк. Сегодня я хочу сделать то, что на Креативмарк очень популярны конструкторы. Ты представляешь своему покупателю набор различных графических элементов и он из них может собрать любую понравившуюся ему, на его взгляд, дизайн. Как мы уже говорили, что в основном это мелкие предприятия и покупатели, и они не особо разбираются, скажем так, в дизайне и как это все делается. И поэтому многие дизайнеры там графики, они делают небольшое видео, как собирается это все, как это можно использовать, это помогает при продажах. И вот сегодня я хочу такой конструктор сделать и поставить там на продажу. Это будет мой десятый продукт. И я надеюсь, что в скором времени это принесет свои плоды. Так что давайте мы с вами этот конструктор начнем лепить. Первонаперво я открываю иллюстрейтер свой. И говорю, что мне нужно что-нибудь открыть. Я бы хотел сейчас, к примеру, что-то такое туда поставить. Я уже тут выбрал вот эти вот яйца и так далее. Но мне как бы нужен еще один элемент, который называется радуга. И вот его мы найдем в иллюстрейтере. У нас тоже тут конструктор есть. И вот, жигни бога, так. Это я по-неметке радуга. Хорошо. Тут идет речь о том, что здесь только элементы. Но не хотел бы элементы эти. Я сейчас рисовать ничего не хочу. Я возьму лучше в конструкторе уже готовую сцену. Допустим, вот сцена первая. Посмотрим, там должно быть, нет? Ну вот еще. Тогда еще проще поступлю. А я пойду в каты. У меня есть готовая здесь работа уже. Так. И найду себе такой вот. Неважно будет. Вот это, допустим. Вот. И теперь нам нужно будет только разобрать это дело. Но ошибки я взял, открыл. Не PS файл. Мне нужен и PS файл. А лучше AI. Адобалюстрейтеров файл. Так. И я сейчас сделаю следующее. Я разберу этот объект. Выкину все, что мне тут не нужно. Оставлю только радугу. Ну, она испорчит. Оставлю. Так. Ну и тут у меня есть уже кисти готовые. Поэтому я сейчас это пока вот отомберу. А здесь просто-напросто возьму без лишних инструмент. Элипс. Сделаю такой вот элипс большой. Без обводки. Так. И скажу, что мне надо вот. Вот эту кисть. Видите? Так быстро у нас все получилось хорошо. Сейчас мы еще покрупнее сделаем немножко. Вот так. И уменьшим. Таким образом у нас получилось. Ну, это, наверное, многовато. Я сделаю 1.5, наверное. Будет нормально. 1.5. Вот так. Хорошо. И теперь следующий мой шаг. Это я иду в файлы. И говорю экспортирую. Экспортирую для браузера. И вот здесь у меня PNG. PNG24. И я сделаю сейчас. 2000 на 2000. У меня все файлы такие. И сохраню. Сохраню. Вот у меня здесь наборчик уже такой есть. И приедем. Все, она сохранилась. Отлично. Первый этап готов. Теперь мы пойдем с вами в Photoshop. И в Photoshop мы откроем все наши файлы. Вот они все наши файлы. Конструктора. Окей. Ну, а теперь мне надо просто это собрать все на один файл. Попробуем это сделать со скриптами. Скажем, что выобразить все открытые. Так. И говорим окей. Сейчас посмотрим, как это будет у нас все выглядеть. Ну, вот у нас теперь все файлы загрузились. Так. Хорошо. Это меня радует. Теперь выключаем. Так. Желательно сортировать правильно. Так. И у нас теперь цветы к цветам надо. Так. Солнце к облакам. Где-то здесь у нас облочка есть. Вот они. Облака. Зайцы у нас будут на первом месте. Домик, если нужно, будет так. Яйца к яйцам. Вот это у нас странный получился. Да? Ну, ничего. Мы его сейчас тот же и сделаем прозрачный. Вот. Удалили. Вот у нас теперь линечка прозрачная. Прекрасная. Так. Они все здесь. Вот они они. Один, правда, какой-то маленький получился. Странно. Ну, ладно. Пропустил ее. Так. Трава к траве. Ну, вот два вида травы. Одна большая, вторая маленькая. Так. Это у меня что? Это у меня корзина. Радуга. Указатель. И бабочки, да? Вот теперь все. Теперь все. Мы можем их по группам разделить, ну, разложить. Но мне как-то это не особо нравится. С группами всегда какая-то билиберда. Так. И давайте мы сейчас сразу же сделаем побольше вот этот наш фон. Я собираюсь здесь сделать еще несколько бэкграундов. и потом на этих бэкграундах показать, как что-то делается. Окей, да? Ну, все так. Ну, вот сейчас из этих элементов мы с вами попробуем что может такое сотворить быстренько. Возьмем градиент. Сделаем градиент. Вот так. Далее. Почему сразу солнце не посадится? Опа. Можем не посадить. Так. Раз. Куда? Ну, вот сюда. Да? Пускай солнце светит. Сосоты. Так. Следующая на первом плане мы возьмем с вами вот вот зеленую травку возьмем. Так. Где она у нас? Так. Вот так. Допустим. Чуть поменьше. И, положив ctrl и alt, мы сейчас ее запрессируем. Ну, эту можно перевернуть. То есть скопируем горизонтально, чтобы не было все одинаково. Отлично. Так. Так. Берем нашего героя. Где он там у нас? Зайчик. Попрыгальчик. Сейчас найдем. Вот он. Так. Сразу поставим его за траву. Вот так. Чуть-чуть его уменьшим, естественно. Так. Траву, если она нам большая, покажется, она мне кажется большой. То есть я сейчас ее соединю все вот эти три в один. И немножечко вот так сделаю больнейше. Вот так. Наверное, будет хорошо. И еще раз. И развернуть. Разворачиваем. Хорошо. Так. Зайца в угол. Здесь, допустим, мы можем поставить корзинку. Корзинку. Рядышком. Он забирает тут эти гаечки. Так. Хорошо. Так. С чего не хватает? Ну, допустим, пару цветочков можем сюда прибамбасить. Так, вот один цветочек, скажем, носочек. Поставим его сзади тут. Хорошо. Продублируем. Расскажем, что давай-ка мы это горизонталить будем. Если нам покажется, что он немножечко хмуроват, то мы сейчас сделаем поярче чуть-чуть этот. Хорошо. И второй тоже поярче. А то они какие-то для других целей были сделаны. вот так. Вот, все хорошо. Отлично. И сохраняем. Так, теперь бы нам надо бабочку какую-нибудь. Так. Пускай на картинке сидит. Ок. И еще бабочку такую, которая вот так летает. Которая будет здесь. Отлично. Ну и последний штрих. Мы сейчас облака с вами нарисуем. Угу. Аблака. Развернем. Ну, примерно так как-то. Вот так. Вот так. Ну, тут тоже куда-нибудь так оставим. Хорошо. И зайца надо нам немножечко. Где он и зайца? Баня, баня, баня. Вот он. Чуть-чуть от фона оторвать. Тем, что мы его сейчас сделаем потемнее. Делаем чуть-чуть потемнее. Вот так. Ну, вот уже одна из картинок готов. И таким образом мы с вами уже показали, что можно вот такую открытку, допустим, сделать. И здесь вариантов очень много. Сейчас я вам покажу, что я за это время еще сделал. И так далее. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 подготовить, но мы к этому придем, ребят, я вам покажу тоже, что я пишу, о чем я там говорю и так далее. То есть я не буду вас сейчас мучить, я сейчас сам разберусь с этим дизайном, а потом мы с вами пойдем уже в мат креативный и там эту всю информацию нашу разместим, окей? Ну, вот где-то так я это дело собрал. Все элементы. Здесь в середине я сейчас напишу, что это конструктор и так далее. Ну, текст пойду сворою на маркте. Там что-то подобное я видел с плоским дизайном, но текст там не подойдет. Так-так-так, тученька сейчас подвинем сюда. 1820 и здесь. Проверим еще, чтобы это все точно было. Имидж КМАЗ 100 124 и делаем это снизу. Окей. Та-да-да. Все. У нас очень точно эта штука. добуду текст и поставлю. Ну вот, нашел я себе текст. Это счастливый там Пасха и поздравительные открытки сам дизайнер, сам себе дизайнер. 17 клип-артов PSD, PNG, и плюс видео-туториал. Вот. Это то, что мне как раз и надо. Сейчас я сюда соберу все свои клип-арты еще. Сохраню их как PSD, потом сохраню их в PNG формате. Хотя, наверное, в PNG, наверное, и не надо. PSD есть, и дизайнер есть. Достаточно. Зачем тут еще PNG? Пускай сами делают. PNG есть нечем. Убираем. PSD и плюс видео-туториал. Вот так оставим. И потом пойдем в шок. И вот так где-то примерно у меня выглядит это все. Ну, вы знаете, я решил все-таки сделать отдельно PNG файлы, потому что я чувствую, что человек неопытно может оригинал переписать, и у него ничего не останется. придет ко мне и будет жаловаться. Поэтому сейчас сделаю я еще отдельные PNG датаи, и также я сделаю сборник такой. Тоже перепишу, что там PNG тоже 17 или сколько мне там файлов и так далее. Все хорошо. На этом мы и порешим. Итак, дорогие друзья, пакет наш готов. То есть у меня вот они PNG файлы, то есть это с прозрачным фоном. Сделан у меня PSD дата оригинал и сделан проект 10 это видео туториал. Поэтому я сейчас это все выберу. Так. и скажу, что давайте кому из этого сделаем zip. Так. RAR, а zip надо делать. Вот. Он сейчас сделал zip. Вот это у меня презентация файла. Презентация в этот раз я сделал в одном. Все все эти пустые файлы. зато так. Изменил я, что Zelf убрал и поставил 17 элементов 4 JPG и 1 Ух ты. Ошибка здесь. Файл PSD. Сейчас поправлю. Стоп. Хорошо посмотрел. Так. То есть исправил быстренько сейчас эту ошибочку орфографическую и понятно мы сейчас пойдем с вами уже в мой магазин. Магазин. Так. Вот оно. пока еще ничего не продалось. Вот отсюда я беру всякие разные тексты. А что делать? Так. Пока вы видите у меня нолик стоит еще. Ну я надеюсь с этого видео оно начнется. Я почему-то так думаю. Итак. вот они мои 9 и сегодня я ставлю 10 после 10 уже можно будет так Валентин Семенов в сети я понимаю Валентин но ты подождешь я занятый. Итак. Мы сейчас нажимаем вот эту кнопочку сделать новый продукт. То есть вы понимаете что у меня под продуктом там по 10 а то и по 17 работ так что я тут весь в работе первое что я сделаю я сейчас загружу креатив ну как это мне так 10 вот она и я сейчас возьму проект 10 и открою его и пускай он грузится здесь пока он там грузится мы можем начать грузить презентацию первое это вот составка так это вот бывает так что что-то ругается не хочет грузить ну сейчас мы его еще раз загрузим вот и таким образом мы сейчас еще наши вот эти файлы загрузим здесь приходится по одному они обещают только в апреле сделать так чтобы сразу можно было несколько файлов грузить вот так третий и вот показывается сколько у меня таких всяких лазовых клип-партов даже не все поместились но не важно так хорошо название мы такое же возьмем то есть пасха вот так перепутал маленький не знаю английского но пишу то есть карточки поздравительные к этому к пасхе да хочется дизайнер с большой буквы написать конструктор все равно дизайнер или конструктор вот это конструктор так и здесь ничтоже сумяще я пока тоже вот этот текст напишу хорошо так и попробую еще раз загрузить что-то оно сорвалось не знаю почему вот zip дата у меня точно это zip а понятно что он отказался все понятно ребят сказал что zip сам сохранил раз ну ничего сейчас мы еще раз сделаем вот за этим надо следить ребят так ну что такое отсюда он не сможет взять то есть он поодиночке берет поэтому мы сейчас еще раз вернемся я извиняюсь но мы с вами лайф это все делаем поэтому вот 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 хорошо мы сейчас это да елки палки этот нам нужен пока где наш проект вот этот проект эти нам не нужны и мы скажем что добавить в архив и вот zip может сказал а сам не сделал так хорошо вот зазиповали вот он и теперь отсюда из магазина где наш магазин потерялся вот теперь мы ее точно загрузим то есть не обескураживать если у вас такие вещи происходят значит сразу смотрите правильно ли вы сохраните так следующее вот я сейчас посмотрю как он будет грузить видео да посмотрим будет ли он грузить видео еще ни разу не пробовал нужно грузить и там и там так вот в этом месте мы говорим так тут он загрузил мы говорим что это у нас фото или иллюстрация интересно png или gif image и что надо как gif сохранять что ли так это это вопрос теперь надо выяснить как сюда грузить эти попался ладно стопорим и будем выяснять я не думаю что как gif это будет огромный сумасшедший файл хорошо сейчас приостановлю бестолковый здесь же стоит что встроите сюда это видео на ютубе или на вот совсем другой вид так ну я его наверное не знаю перетащу наверное вот сюда наверх даже вот сюда наверное в серединочку чтобы сразу было видно теперь все дальше поехали ребят так что они нам говорят я жадничать не буду поставлю 12 но из 4 до 36 так я оставлю 12 и в конце скажу почему то есть такой оставим так что у нас тут дименсионы какие у нас ну обычно у меня где-то файлы если не соврать так сейчас посмотрим какие у меня файлы 2000 на 2000 в основном в основном в основном мне 2000 на 2000 значит мы тогда также скажем здесь что у нас 2000 на 2000 потому что потому что так это я поставил какие еще у нас дпи 72 больше ничего не буду и вот теперь сейчас буду искать объяснение вот здесь какое-нибудь что это можно строить туда сюда на 1 и и поставлю теги и можно будет отправлять так ну вот кое-что я нашел сейчас я сюда грузину заменю вот это вот это слово вот сюда поставим вот так этот карт дизайнер вот идеал там веб-зайт элемент веб-шоп постер напишем здесь карт через д уже знаю к так ну в общем то же самое можно тут использовать теперь они знают куда это использовать теперь я возьму эти слова два и сюда раз enter так и так далее карт возьму слово открытка да потом как видите нам нужно только одну озвучить тему проекта нам не надо каждому это делать и это очень и очень хорошо после того как я заполнил видите сколько написал во вверх я не писал я взял отсюда тут все через запятую затуду enter нажал все готово и так ребята самое главное теперь вот это не забыть посмотреть все ли мы закончили да на всякий случай сейчас сохраним это дело так категории еще надо сказать так какая у нас категория какая же у нас здесь категория фото с автором архитектуры видите бизнес нет холидейс вот холидейс так сделали вот у нас теперь вот этот надо не забывать ребят вот эту штуку на live перевести вот если я сейчас на live переведу он меня спросит что хотите а правда что вы все легально делаете да правда правда так я скажу сейчас и закрою вот у него бывают иногда такие странные вещи как вот все я заполнил да вы где-нибудь видите желтое нигде нет все есть все заполнено все прекрасно все хорошо и тем не менее он пишет что у него до сих пор какой-то не хватает так он говорит что вы должны все комплекты продукты пока вы это сделаете да но у меня все это есть все это есть да вот я попробую сейчас закрыть не хочет закрывать хорошо тогда мы скажем что хорошо ладно вот такое так теперь надо проверить пойти в шоп это какой-то баг эти шоп естественно мы его не увидели да он у нас вот здесь так и стоит замочек вот видите замочек стоит и мы можем сейчас его как бы нам нужно его проэдитировать нет пока не получается обычно у меня так это здорово получалось я это нажимал все так он показывает как оно должно выглядеть а вот идет так во видите и теперь я спокойно переключу на live бывает у них сбой такое да еще раз скажу да 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 я согласен и вот теперь пойдем посмотрим мой этот должен должен показывать на елке какой-то сбой прям не знаю а надо было сохранить ребята я не сохранил извиняюсь сам виноват сохранил и вот теперь мы пойдем посмотрим теперь это уже точно должно получить это ну я тут тоже не прям такой специалист что я вам дам я показываю с чем я сталкиваюсь вы тоже с этим столкнетесь ну дай бог вот он вот он так прекрасно смотрим как это выглядит вот а теперь он говорит что апдейте фолорас у меня есть какие-то фолорасы уже есть я ему могу сейчас сообщить что у меня новый хорошо запастил не будут полырваться так теперь дальше пошли я хочу ребята сейчас вам объяснить почему у меня стоит так вот так оно будет выглядеть здесь можно посмотреть как оно будет выглядеть на самом деле в моем шоу итак дорогие друзья мы с вами сегодня долго просидели долго я еще дольше все таки видео более короткое я вырезаю что не нужно и вы увидели как в общем-то сделано большинство работ на креатив мат они дают возможность людям тем которые не особо хорошо в этом деле соображают но хотят что-то оформить свой магазин или флайер или еще чего-нибудь вот они дают такую возможность но я думаю что есть еще одна возможность которая тут как бы не предусмотрена но которой я хочу вам подсказать это было бы и в ваших и в моих интересах почему я поставил 12 евро хотя мог поставить ну 20 хотя бы работа большая 30 да 34 там можно было ставить в общем-то а потому что я подумал тоже о себе и о вас мы могли друг друга так-то руки погреть нагреть в чем ребята вы можете пойти вот сюда и купить этот сет и в преддверии пасхи наделать из него кучу просто кучу я уверен что 50 100 штук можно спокойно отсюда выкрутить и вам не надо заморачиваться у вас все есть я вас преследовать за это конечно же не буду вы честно купили я думаю что это хороший бизнес и для вас и для меня единственное что если вы купили вы не раздариваете это дело понятно да но факт то что вы можете действительно перед пасхой успеть наделать вот много таких вещей я буду только рад за вас и я буду рад первым покупкам на своем шопе вот с этим я на этом я с вами распрощаюсь если не хотите покупать ребят не покупайте нет это такая вещь которая я говорю что могла быть всем полезна ну что сидеть рисовать хотя можно складывать это там я говорю что если покопаться можно очень много и быстро сделать понимаете так что думайте думайте а я пошел сейчас дальше работать желаю вам приятных конца выходных всего доброго пока а кстати ссылочку я дам конечно ссылочку я дам чтобы вы могли посмотреть хорошо все теперь точно пока так так так